Магнитные полюса Земли. Склонение магнитного поля, как элемент земного магнетизма. Непосредственные наблюдения на Земле и в космосе показывают, что вокруг земного шара существует магнитное поле. Так, если подвесить магнитную стрелку и дать ей свободно вращаться вокруг своего центра тяжести, то в любой точке земной поверхности она будет занимать определенное положение в пространстве, не испытывая при этом никаких заметных перемещений относительно Земли. Этот простейший опыт не только на наличие земного магнетизма, но и на то, что поле вблизи стрелки однородно. Однако тот же опыт, если производить его в точках, достаточно отдаленных друг от друга, приводит к заключению, что по отношению ко всей поверхности Земли магнитное поле неоднородно, так как стрелка устанавливается в разных пунктах по-разному по отношению к оси вращения Земли. Толчком в деле науки о земном магнетизме послужило открытие магнитного склонения Христофором Колумбом. Во время его путешествия было установлено, что стрелка компаса изменила свое направление на целое деление всего за четыре дня. И по прибытию в новый свет, стрелка компаса опять указывала строго на север. Таким образом, в конце 15 века в Европе стали известны два факта, отклонение стрелки от истинного меридиана и изменение величины отклонения от места к месту. Магнитное склонение, угол между географическим и магнитным меридианами в точке земной поверхности, который показывает отличие между показаниями магнитного компаса и истинным направлением на север в данной точке земной поверхности в данную историческую эпоху. Сегодня для изучения магнитного поля Земли и его составляющих используют специальные приборы, называемые магнитометрами и инклинометрами. Земной магнетизм изучают с поверхности Земли, изучают на поверхности морей и океанов, а также в воздухе и космосе. Обобщенные результаты магнитных съемок представляются в виде карт. Карты, соединяющие одинаковые значения склонения магнитного поля, называются картами изогон. Так, например, на карте изогон за 1975 год линии выходят из одной точки земного шара, сходятся в другой, почти противоположной. На мировых магнитных картах склонения можно выделить характерную линию нулевых значений, называемую агонической. Если же изогоны построить в районах географических полюсов, то можно видеть, что они сходятся не в двух точках, а четырех точках, расположенных в северном и южном полушариях. Две из них являются географическими полюсами, а две, находящиеся вблизи географических, носят название магнитных полюсов. На сегодняшний день известно, что магнитные полюса находятся не в одних и тех же точках земного шара. Магнитные полюса дрейфуют, как корабли в море в Шти. Так, во времена открытия северного магнитного полюса Раулем Амундсеном в 1903 году он находился на острове Кинг-Уильяма. А вот наблюдения Джеком Кларком в 1948 году установили, что северный магнитный полюс находится в 400 километрах от предыдущего места, на острове Принца Уэльского. Дрейф магнитных полюсов имеет случайный характер, и поэтому карты элементов земного магнетизма нужно перестраивать согласно геомагнитной эпохе. Период магнитной эпохи составляет в среднем 5-10 лет.